ЗОВ ПАЛЬЕСЬЯ ЗОВ ПАЛЬЕСЬЯ Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров посетил Добружский завод по изготовлению картона. Объект является одним из важнейших для белорусской промышленности. Руководство завода уверяет, работы идут в соответствии с графиком. Ничто не мешает запуску основного производства к концу года в пусконаладочном режиме. Поручение Юрия Назарова ускорить работу. Сотрудники должны обращать внимание на все мелочи, чтобы после ввода в эксплуатацию оборудования все структурные подразделения завода работали без боев. В начале осени пусковой комплекс должен быть готов к дальнейшей работе. Также необходимо наладить отношения со Светлогорским ЦКК по вопросу поставок сырья. Добружский завод планирует обеспечить рынок готовой продукцией в начале 2021 года. Портфель заказов уже формируется. На предприятии «Беларусьнефть» особенно по поручению президента Беларуси модернизирован комплекс из четырех птичников. Это позволило увеличить мощности по производству мяса птицы более чем в два раза. Реконструкция началась в феврале 2020 года и была завершена почти вдвое быстрее нормативного срока. В модернизированных птичниках предусмотрено клеточное содержание бройлеров. «Беларусьнефть» особенно пример успешного сотрудничества сельскохозяйственного предприятия и государственной компании. С 2005 года производство мяса птицы тут увеличилось в пять раз. Инвестиции в сельское хозяйство – это развитие района и области в целом, новые рабочие места, достойная заработная плата, передовые технологии, рентабельность производства. Медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, чествовали в Гомеле. Заслуженные награды получили десятки медработников из разных уголков региона. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков поблагодарил всех за работу в условиях пандемии. По его словам, время показало правильность принятых на государственном уровне решений и действий. Они позволили не расколоть общество, а продолжать жизнь и работу параллельно с борьбой с заболеванием. И благодаря усилиям врачей и медработников это получилось. Залогом успеха стала слаженная коллективная профессиональная работа всего медицинского сообщества, санитарной службы практического звена. И надо отдать должное эффективному научно-методическому сопровождению, отметил Николай Снабков. В Гомельской области планируют обновлять автопарк для пассажироперевозок за счет электробусов. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья с коллективом филиала «Автобусный парк номер один». По словам губернатора, направления работы предприятий транспортной сферы изменяются и расширяются. В этом году значительные средства были направлены в здравоохранение, а другие отрасли ждет поддержка в следующем году. Актуальна тема обновления автопарка через новые виды транспорта и в первую очередь электробусы. Губернатор поздравил коллектив предприятия 60-летием, оценив вклад автобусного парка в жизнь региона.